Всем привет, с вами Алексей Крэзилайф и сегодня у нас в рамках первого взгляда очередной такой простенький шутер под названием Invention 2. Я сразу хочу сделать акцент на том, что это очень простой шутер и вот мы недавно, кстати, на днях тоже снимали первый взгляд по простенькому шутеру, там мы убивали солдат, здесь же нас ждет убийство зомбарей. Судя по тому, что это вторая часть игры, значит, первая была успешной, если можно так назвать, но давайте попробуем, новая игра. Итак, мы начинаем на вертолетной площадке и должны зайти в здание. У нас есть инвентарь, у нас есть оружие базовое, не забываем проверять ящики, потому что здесь может быть различный лут, но здесь ничего, я так понял, сверху и нет. Какой-то граффити. Ну-ка, что здесь написано? Что-то я с трудом пытаюсь разобрать, но не получается ничего. А бла-бла-бла, закрыть. У нас есть пистолет и у нас... А у нас больше, собственно, ничего нет. А, хотя есть еще нож. Хорош. Здесь закрыто мы не пройдем, здесь пусто. Хорошо, спускаемся ниже. Здесь завалено и здесь есть еще небольшой проход. Опа, хорош. Сходу дают нам патрончики. Но неспроста, неспроста. О, конечно. Здорово. И до свидания, зомбари. Здесь какой-то, по всей видимости, офис. Но сотрудники этого офиса решили замутировать зомбари. А наша задача их уничтожить. Так, вроде здесь больше никого нет, здесь все закрыто-перекрыто. Давайте поищем, что же у нас есть в ящиках. У нас есть ключ. Напомню, что на втором этаже, если так можно назвать, у нас там все закрыто-перекрыто. Но мы нашли ключ. Значит, по всей видимости, мы сможем теперь там пройти. Здесь вроде больше ничего нету. Хорошо. Отправляемся выше. Уже ждут меня, уже ждут. Ну, выходите, твари. Кстати, давайте, может быть, проверим в действии нож. Насколько он эффективен. Да хорош, 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 твари. Так, а где мой нож-то? Я вроде как нож доставал. Во! О! Иди сюда. У них чего себе! Нож оказался сильнее пистолета. Это что за ублюдок? Слышь, успокойся. Так, давайте, ребят, посмотрим. У нас, значит, есть помимо здоровья еще потребность в воде и потребность в еде. Пока что кушать я ничего не буду, потому что у нас не такая уж сильная потребность там в еде. А вот здоровье бы не помешало. Хорошо, здесь больше вроде никого нет. Он как-то упал так страшно. Ха-ха, лежит. Лежит и меня смущает. Пусто. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Здесь вроде все спокойно. Ну что ж, давайте полутаем ящики. Может, удастся найти какое-то здоровье? Еще что-то? Слышь, парнишка, ты от чего там умер? Каких-то телепузиков смотрел. Ну да, если бы я смотрел телепузиков, я бы тоже, наверное, окочурился. Куча кровища. Да, хорош. Дайте мне хп-шку-то. Пусто. 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 О, патрончики. Хорош. Здесь. Здесь опять еда. Еда, конечно, хорошо, но патроны бы. Патроны. Патроны и хилочку. Сейчас по закону жанра, наверное, из-за лифта вывалит. Хотел сказать, куча зомбарей, но никого не было. Ладно, подвел закон жанра. Просто еду в неизвестность. Как всегда, никакого сюжета, вот меня всегда удивляло. Здорово. И пока. Меня всегда удивляло, почему это я куда-то один должен идти в, не знаю, в город зомбарей и пытаться всех уничтожить. Почему именно не группой? И где, собственно, пилот вертолета? А может быть, я сюда в одно рыло прилетел? Ну, вопрос, зачем тогда? Что я здесь сделаю один? Так, а это может залутать? Похоже, что нет. Впереди еще небольшая группа зомбарей, которая успешно умирает. Кстати, должен признать, нужно стрелять именно в голову, потому что в голову вроде как они умирают с одного патрона, а вот в тело... Нет, смотрите, с двух патронов. Но в любом случае, в тело надо стрелять намного дольше, чем в голову. Поэтому стараться нужно как-то прицельно стрелять. Живучая тварь. Так, тихо. Слышь, успокойся. Так, больше вроде никто не реагирует. Собираем все. Отходим. Теперь у нас есть винтовка. Давайте сразу ее поставим. А, по еде. Ага, скушаем что-нибудь. Ну, хорош, у нас теперь пистолет и винтовка. Нужно продвигаться вперед. Давайте, твари, подходите. Живучая паскуда. Иди сюда, иди сюда. В этом городе новый шериф. Они как-то странно реагируют. То есть иногда они тебя замечают из далекого расстояния, иногда в упор надо почти подойти. Ну, нихрена ж себе колондайк просто. Хорош. Сейчас мы тут все соберем. Мы, скорее всего, зашли в какой-то оружейный магазин. По всей видимости. Крошка, с тобой можно познакомиться? Да, похоже, она как раз и идет со мной знакомиться. Здесь есть бронежилет. Отлично. Детка, давай заходи сюда, Рещи. Заходи, не стесняйся. Давайте все здесь соберем. Это все нам пригодится. Гранаты даже есть. Ничего себе. Так, ну, вроде больше. Да, больше ничего нет. Пусто-пусто. Хорош. Бронежилет одеваем. Каску одеваем. Хотя я немножко не понял, как, соответственно, каска нас может защитить от зомбарей. Если не набросится. Но да ладно. То дело такое. Ну что, давайте опробуем дробыш в действии. Здесь как раз очень много этих тварей. Ой. Хорош с одного выстрела. Ну, я, собственно, и не удивлен. Давайте, давайте, кучнее. Что-то их тут капец просто как много. А некоторые зомбари, смотрите, вообще еле плетутся. Некоторые вроде шустро бегают. Ой, не вовремя это перезарядка сейчас. Ох, не вовремя. Иди сюда. Ты такой крутой, да? Ты вообще такой крутой. Накачанный, да? Ну иди сюда. Хорош. Против дробыша нет приема. Если нет, конечно, другого дробыша. Но зомбари стрелять не умеют. Хотелось бы, конечно, в это верить. А то, может быть, и умеют. Да чего вас так много-то, ребятушки? Одумайтесь. Подумайте над своим поведением. Еще патроны. Так, меня кто-то заприметил. До свиданец. Ну что, давайте, может, полечимся. А, ну да, скушать еще. Скушать, скушать. Аптечка. Здорово. Осталось очень мало патронов для дробыша. Это немножко меня напрягает. Этот вообще без головы. До свиданец. Так, тут чисто вроде. Я больше всего переживаю, чтобы они сзади не зашли. Ух ты ж, ешки-матрешки. Вот о чем я говорил. Короче, надо постоянно спину чекать. Эти твари могут быть везде. Ну-ка. Вроде никто не идет. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Тут что у нас, патроны? Здорово. Дробыш это вообще просто тема. Знаете, что меня еще парит? То, что он не может двери за собой закрывать. Опа, ничего себе там толпяк. Ну что, ребят, давайте гранаты попробуем. Граната. Держите, скаты. Смотри. Хорош. Вот это у них бомбануло. Так, что бы еще взять? Здесь получается урон 70, а здесь побольше. Но лучше я похожу с дробышом пока что. Конечно, к дробышу очень мало патронов, но ничего. Зато он надежней. С одного выстрела долбит просто на раз. Мы перешли на следующую локацию. А здесь сохранение проходит, получается, при переходе на локацию. А так вообще сохраняться нельзя. То есть здесь есть автосохранение. И мы его, кстати, сейчас только что прошли. Так, успокойся. Пусто. Хрена себе. Дробыш-то вообще реальная тема. С одного патрона всех налево-направо. Еще бы патронов, где бы побольше, было бы здорово. Здорово. И до свидания. Э, ты слышишь? Ни хера себе он не умер. До свиданица. Куда иду, хер его знает. Зачем я вообще сюда приперся? Надо отсюда валить. Тем более, что вертолет есть. Подземная парковка. Ну что ж. Давайте аккуратно только. Только аккуратно. Не нужно торопиться. Ломбарек, слышь? Иди сюда. Этот вообще какой-то неповоротливый. Но он типа, наверное, бронированный. То есть те, которые более живучи, они медленные. А вот эти быстрые, они, соответственно, дохлики. Опять этот качок. Ой, слышь, как-то не вовремя перезарядка. Так, тут чисто, отлично. Тут ничего, тут... О, катана, хорош. Катана мне пригодится. А сейчас, кстати, ее можно сразу использовать. Так, давайте отойдем. А за место... За место дробыша. По здоровью вроде все нормально. Вот можно еще что-нибудь скушать. Обезболивающее печенье. Мы сейчас просто с вами как Мишон. Из сериала «Ходячие мертвецы» с катаной. Ну-ка. Да я бы не сказал, что она хорошая. Она ничуть не лучше, не хуже ножа. Может быть то, что катаной может целый толпяк долбить. А ножом этого сделать нельзя. Так, тут нет прохода. Ой. Давайте еще раз осмотримся. Да, вроде сомбарей больше нету. И полутать тоже ничего нельзя. Ну что ж. Отправляемся в ад. Нихрена вас тут много. Ребятишки, успокойтесь. Короче, надо было чекнуть, прежде чем спускаться. Сейчас мы их застрелим и посмотрим, что там по оружию. Я, если честно, не особо верю в катану. Как-то она мне не приглянулась. Так, стопы. А что там по дробушу? Есть патроны? Нормально. Короче, пусть он стоит на прозапас. А походим пока с автоматом. У дробуша не так уж много патронов. Но если прижмет, скажем так, то придется использовать именно его. Потому что он херачит только так, налево-направо. Успокойся. Как гопник хотел меня из-за угла подкараулить. Слышь ты, успокойся. Они какие-то здесь агрессивные. Капец просто. Дамочка. До свидания. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там еще один стоит за дверью. Что написано? You will not survive. Короче, никому не выжить. Все, Телен. Все, Телен. Все плохо. Но мы-то... Мы-то неспроста здесь. Вот стопе-стопе-стопе. Но мы не просто так здесь. Мы здесь для ТАО, чтобы сделать все хорошо. Зачем мне второй автомат? Остается для меня загадкой. Но возьмем. Может пригодится. Был бы здесь какой-то магазин, чтобы это можно все было впаривать. Чисто. Впаривать, улучшать, продавать. Ни хрена не видно. И, кстати, фонарика, по-моему, нет. Но очень темно. Тогда будет свет. Здорово, зомбарек. И до свидания. А сюда они забраться не могут. Неудачники. Но вроде больше никого нет. Да, чисто. Рожь. Это ты меня напугал-то, а, парнишин? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то бузил. Короче, у нас там, получается, сверху дверь. А здесь? А здесь проход еще выше? Ну, похоже, нам сюда. Нет? Хм. Окай. Может, мы должны пройти в ту дверь, взять какой-нибудь ключ, а потом пройти сюда? Ну-ка, тихо. Пусто. Кто-то бузит. Он, наверное, здесь. Ну, конечно. Упырёныш. Это бывший начальник охраны, похоже. Все, здесь закрыться, и жизнь удалась. Жизнь хороша. Взяли мы с вами ключ. Теперь сможем там пройти. Хотя, почему жизнь хороша? Здесь ни еды, ни воды, ничего нет. Мы здесь попросту погибнем. Изначально надо было сюда вообще не прилетать. Какого хера он пошел один куда-то, не знаю, в город зомбарей, чтобы ему задницу надрали? Здесь этих ребятушек уже побольше. Так, меня уже спалили. Иди сюда. Короче, получается, на улице их всегда намного больше, чем в помещении. Но здесь, по крайней мере, очень открытые пространства. Здесь очень много путей для маневра. То есть, если вот где-то прижмут, то, соответственно, хотя бы можно куда-то отбежать. Что не скажешь о помещении? Мне еще одно неясно. Ресуются эти зомбари или нет? То есть, есть смысл их отстреливать всех или нет? Или чисто продвигаться к заданной цели? Но есть, которые вообще медленные, поэтому я думаю, что на них нет смысла реагировать. Пока они там дойдут, дотелятся. Ну что, ребятушки, патронов становится все меньше и меньше. У нас еще с вами про запасе лежит дробыш. Я думаю, что скоро придется уже его доставать. Иди сюда. Давайте уже эти патроны растрынькаем. У нас там есть еще автомат Калашникова. У нас там с вами какая-то еще винтовка. До свидос. Так, сзади чисто. Ну что, давайте приготовимся, прежде чем сюда зайти. Патронов дробовику становится все больше и больше. Я даже не знаю, есть смысл с ним походить или нет. Просто я его хочу как-то приберечь, потому что если начнется полная жопа, то дробовик, он как раз-таки очень хорош. Да хорош! Очень хорош, да хорош! Они, короче, как-то со спины забегают. Я хер его знаю, откуда они пробежали. Че бы скушать-то? Обезболивающие... О, вот так вот. Ты предлагаешь наверх? Давай. Сверху их долбить хорошо. Здесь мы с вами не пройдем. До свидос. Вот эта винтовка, конечно, поскромнее в уроне. То есть патронов намного больше, чем у того же Калашникова, но неплохо так все равно выносит. А, до свидания-то, до свидания-то. Куда ты разогнался-то, видишь? Я иду. Я почему-то думал, что здесь и есть лестница, но че-то... Че-то как-то нет. Ладно, давайте попробуем сразу наверх. Че-то я думаю, что там ничего хорошего нет. Нет смысла туда далеко уходить. Уже бузят. Самое главное на них так резко не нарваться. Пусть бегут неукалевшие пешеходы по лужам, а мы их завалим с дробыша. Только это не просто пешеходы, это зомбированные твари, которые пытаются нам жопу порвать. Напрягают... Ох, ну хрена. Напрягают меня вот эти места узкие, но сюда они забраться не могут. Так, допустим, кучу патронов. Интересно, есть какой-то лимит на эти патроны? Могу я, допустим, ходить долго с одним оружием и копить, соответственно, патроны на другое? Урон 90. А чем они отличаются-то? Я вот не понял. Продать все равно нельзя. Давайте немножко с Акашкой походим. На улице вроде все спокойно. Ну-ка. На бэкграунде какие-то дороги. Ты что испугался так? Все хорошо, я уже пришел. Теперь будет все только хорошо. А нам похуже вниз. Да. Красота какая. Ляпота. Вопрос только, куда нам нужно? А, здесь мы не пройдем, получается. А зомбари там есть снизу, нет? Как их много-то, а? Этих тварей. Сюда мы с вами не пройдем, ребят. По всей видимости, придется вниз спускаться. Не, ну это изи. Мы можем просто здесь стоять и их отстреливать. Еще бы дали бы снайперскую винтовку, было бы еще круче. Или может вообще пистолет взять, потому что он не такой крутой, как автомат. А нам здесь крутости не нужна. Стой да отстреливай. Интересно, в каком направлении двигаться нужно? Наверное, в этом. Чтобы патроны уж так сильно не тратить. Какой-то агрессивный пес прям. Иди отсюда. Короче, ребят, погнали. У нас есть автоматы, у нас есть дробыш. Уж как-нибудь размотаем их. Иди нахрен отсюда. Там за мной гонится... Ага. Вот этот быстрый. Это еще кто, вы видите? Это что за хрен такой собачий? Короче, как в Даймлайте. Есть зомби, которые быстрые, есть которые медленные. Что-то я не хочу с ним никаких дел иметь. Отходим. Он мне вообще не нравится. Это какой-то просто король качков. Потому что мы с вами встречали обычных качков. А это какой-то вообще прям жесткий. Жесткий и упоротый. Я думаю, что он не будет очень сильно рад знакомству с нами. Да идите нахер, твари. Просто бачком, бачком, бачком проходим. Ни во что не вникаем. Зомбарей убиваем. И не получаем. Все равно вроде стреляет сплэшом, но не может долбить толпяком. Хотя я вроде бы пытаюсь их зацепить сразу несколько. Так, тут вроде спокойно. Давайте, ребят, с оружием разберемся. Ну-ка. 60 всего лишь патронов. Дело в том, что у нас есть еще одна винтовка, но она унылая. Вот здесь вот сразу становится намного все позитивнее и креативнее. Солнышко светит, травка блестит. До свидания, зомбарючки. То есть, смотрите, он все равно вроде как долбит сплэшом, но почему-то убивает только по одной цели. Ну, здесь намного приятнее играть, слушайте. Тут уже вроде как и нет никакого зомби-апокалипсиса. А то, что вот эти зомбированные ублюдки ходят, ну это так. Просто совпало. А так вообще позитив и креатив. Вы что, хотите, чтобы я вниз пошел? Блин. Не хочу я вниз идти. Там куча этих тварей. Белкие зомбари, они приятны для убийства. Потому что быстро они сразу пытаются на тебя наброситься, сразу пытаются тебя порвать. Давайте еще какое-то время с дробовиком походим. Патронов у нас на дробыш много. Но вообще, в принципе, стоит его приберечь, потому что эта штука хорошая. Если какая-то дикая заруба будет, то как раз таки лучше ее решать с помощью дробовика. А, наверх. Вон он еще. Ну что, твари, идите сюда. У меня, по-моему, еще гранаты какие-то были. Но здесь гранаты как-то палево использовать. Они все равно так некучно стоят. Такой упырь. До свидания, сэм. Сзади все тихо, все спокойно. Зачем я куда-то иду, вообще понять не могу. Какого хера? Ну что, ребят, похоже, придется с ним в бой ввязываться, а гранат нету, да? А я почему-то думал, что есть. Ну что ж, давайте попробуем. А, ну это обычный качок. Это не тот, который стоял на мосту. А может быть, это и он и был. Как говорится, у страха глаза велики. Да хорош, хорош, я на тебя целых три патрона просрал. Живучая паскуда. Точнее, это же не живучая, а верткая. Потому что я по нему попасть тупо не мог. Давайте, давайте, кучкой, кучкой, кучкой. Подходите с зомби-кучкой, я вас всех, блин, нахлобучу. Не в рифму, зато, блин, правда. Вот так вот бегаем, отстреливаемся. На изи просто. Сложности у игры нету, то есть одна сложность. Да иди ты отсюда. Слушай, чувак, ты где так ходить научился? Похоже, в модельном агентстве каком-то. Ну давай, до свидания. Сейчас надо прицениться, что там у нас по оружию. Вроде зомбарей больше нету поблизости. Давайте посмотрим. У нас главный герой очень хочет уже кушать. А у нас есть что-нибудь вообще покушать? Пляжка с водой. Но это не то, это не то, что нужно. Ну хотя бы так. Вот еще есть. Значит, по оружию. Пусто. Вот здесь получше. Но все равно далеко до идеала. Это все к пистолету. Ну что, придется так походить? По идее, можно взять... Ох, ни хрена, они так сбоку налетели. По идее, можно взять катану, допустим. Но что-то мне не хочется в ближний бой идти. Патронов нет, ни хера. Вот это точило. Неплохо, смотрите. Хорош. Очень сильно напоминает корвет. Да, скорее всего, это корвет и есть. Лемузы. Лемузы. Не понял. Это что, вся игрушка, что ли? Ну-ка, продолжить. Ребят, похоже, это вся игра. Мы с вами на первом взгляде прошли всю игру. Либо это баг какой-то, либо реально мы прошли с вами всю игру. Бред. Ну что, вот такая вот игрушка. Не знаю, мне она как-то ни холодно, ни жарко. А вот здесь, кстати, были патроны. Я, по-моему, пропустил этот момент. Вот. Но она такая коротенькая, простенькая. Я думаю, что даже уже нет и смысла вам проходить. Вы уже все посмотрели. А ни субтитров, ничего не было в конце. Ни этих ролей, или как они называются. Ладно, ребят, на этом мы завершаем первый взгляд. Хотя это можно полноценно уже назвать прохождением игры. Вот. Ссылка с первыми взглядами на другие игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой пальчик вверх. Вступайте в группу ВКонтакт. Всего вам хорошего, позитива, удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok